Всем привет, с вами Слава Ярина Миконтбе и Мичи Глена Нескар, и вы находитесь на моем канале. Сейчас я нахожусь в Сербии, где у меня есть, и знаете, на самом деле, когда ты приезжаешь, у тебя сразу же начинаются такие плюсики, минусики, какие-то особенности возникать. Сегодня, конечно, не первый день, почему-то именно хочется сюда в первый день снять такое видео, но уже поживь, ты как-то привыкаешь ко всем плюсам, ко всем минусам, ко всему привыкаешь, как-то постраиваешься, перестраиваешься. И сегодня я постараюсь рассказать плюсы-минусы жизни в этом городе. Я уже снимала такие видео про Гоа и про Ставу. И, кстати, мне кажется, что в этом городе я единственный блогер, потому что никогда, ну, еще ни разу не видел, чтобы кто-то сел там себя снимал, это как-то не очень странно, но ладно. Город небольшой, в принципе, здесь очень развитая система транспорта, то есть есть автобусы, они новые, не советские, вполне нормальные. На них можно ездить, но не желает удобно. Ну, не знаю, как-то, в принципе, для нас там два часа там в одну сторону, ну, максимум, после Стамбула особенно, для нас это нормально, поэтому мы, ну, мы тут передвигались пешком и даже с рапорта шли пешком. Это заняло нас где-то час, чтобы дойти до центра. Вот, и поэтому, как бы, здесь, если что, там, как бы, ноги, руки и не пошел. Дальше, конечно же, после Стамбула нас приятно удивили... Что у нас тут сказали? У нас тут были цены, ну, то есть, как бы, население города где-то 300 тысяч человек. Ну, по идее, конечно же, хотелось бы чуть-чуть подешевле все, но и здесь дороже, чем, допустим, в Стамбуле продукция киндер, мармеладки, всякие сладости, клубника, ну, и фрубки, мне кажется, все, наверное, примерно так же. Ну, не знаю, но, в принципе, здесь продукция стоит примерно больше, как красивая. Не знаю, то есть как-то более комфортно, что ли, и, в принципе, цены пониже. Конечно же, да, и здесь принято везде курить, где нет, на улице. Ну, знаете, я, на самом деле, представляла, что будет все намного жестче, как-то, когда тебе так рассказывают, то кажется, что ты будешь просто идти по городу, и будешь дышать запахом курева. Это, конечно же, ну, для кого-то это будет, плюс для кого-то это будет курить, потому что это просто реально рай для курильщиков, для тех, кто любит курить. То есть вы сможете это делать где захотите, в любое время, в любом месте. Но для тех, кто не любит, ну, как я, то периодически будет сложно, потому что найти место, ну, то есть, знаете, вы тогда открываете дверь в кафешку, и там накурено, и вам приходится искать новое место, то есть, короче, какие-то свои границы оставят, но, в принципе, в торговом центре там более-менее не пахнет. То есть где-то пахнет на первом этаже, ну, тоже не сильно, то есть это довольно-таки комфортно, и ко всему можно подстроиться, если людей нет вокруг, то никто курит не будет. То есть для кого-то это будет прям офигенский плюс, потому что это то место, которое будет вас подматривать, продолжать курить, и вы сможете это делать даже в общественных местах. Для кого-то будет ужасный минус, что везде курят, приходится дышать куревом, но, в принципе, первые дни мы, как-то с этим усмирились, но потом уже решили, что будем настаивать свое личное пространство, и будем стараться искать места, где не пахнет. То есть походить по ресторану, поискать места, но в какие-то маленькие заведения ты заходишь, там просто пахнет куревом, и тебе приходится искать другое. Далее это, конечно, жирай для мясоедов. Мне кажется, здесь, конечно, тоже уважают вегетарианцев, то есть здесь периодически есть вегетарианское меню, то есть вот такое вот. Но, опять же-таки, как в других странах, даже в России, процент меню с этим, с вегетарианским, ну, то есть как бы 20% меню это без мяса. Еще, знаете, я заметила, что здесь очень распространен фастфуд, такое жареное, и здесь немножко у меня начались какие-то проблемки с поджелудком, потому что ты вечно ешь то сладкое, то жареное, и это может уж плохо сказаться, но это, что касаемый ресторан. Вот так, в принципе, цены на брендовые одежды, но они ниже, чем в Стамбуле, ну, и, мне кажется, даже ниже, чем были в России, то есть очень даже вполне комфортно. Деньги тоже в банках карточек, UnionPay можно снимать, но оплачивать UnionPay у нас так и не получилось, но мы особо не пробовали в магазинах, но в ресторанах просто можно сказать, что они не поддерживают эту потребную систему. Для вас я оставила ссылку внизу в описании для оформления данной карты от Газпромбанк с платежной системой UnionPay. Это позволяло нам оплачивать за границей, снимать наличные, поэтому если вы тоже скоро куда-то отправляетесь путешествовать или же жить, то оформляй карту по ссылке внизу в описании. Также, перейдя в описании, вы сможете увидеть интересное, эксклюзивное предложение только для моих подписчиков, поэтому успеваю воспользоваться этой крутой возможностью поехать в путешествие без морок. Далее, плюс, что здесь много людей спокойно. По сравнению с тем, что в Камбулом, здесь такой маленький пролицальный посетный городок, но здесь можно исключить. Покруг очень красивая природа, я тоже считаю это плюс, потому что ты ходишь по городу, ты видишь горы. Здесь есть река, и это очень прикольно. Ну, сейчас не знаю, тут какой-то более чистый воздух. И, в принципе, климат сейчас в февраль, и довольно-таки тепло. Сейчас что-то похолодало, мы здесь игрались, то есть в первые дни было очень тепло, можно было прийти до стоповки и дышаток, но можно было очень активно. Может быть в кроссовках, это огромный плюс, но порой заблеждаешь очень сильно. Следующий, я не знаю, плюс или минус, рассвет где-то 7 часов утра, а закат довольно-таки ранний. В 6 часов утра уже будет темновато, поэтому довольно-таки какой ранний результат. Но так как рассвет рано, то это близкие более-менее. Далее, что есть, да, по-английски. Но в 90% случаев просто мы по-английски. Здесь был только один такой раз, когда прям человек вообще не смог ничего сказать на английском. Лет два раза было такое, что человек вообще не бене нет. Цифры уже похожи, то есть, ну, как бы там, по 10, то есть вы поймете, сколько вас просят, в принципе. Но мы очень многими диалогами по-английски, потому что, ну, это будет более понятно. Далее, конечно, тут просто, ну, для такого города здесь очень много, где можно купить каких-то брендовых вещей, допустим, вот сзади. Ну, это не брендовая вещь, но это огромный трех- или четырехэтажный ДМ. То есть здесь вы всегда можете себе что-то купить. Тут есть и канцелярский, то есть для такого города, для двухтысячных населений, это довольно-таки, ну, я считаю, что это довольно развитый. Но, опять же-таки, здесь, ну, вот, несколько, ну, два торговых центра, можно так сказать, именно с брендовыми вещами. И всё. Далее какое-то странное такое, что я заметила, что у них в основном не принято, что у тебя там, ну, ты приходишь в торговый центр, здесь найт, бадидас, там, пума, видео-шопки в магазине. У них хоть что-то принято, что есть какой-то магазин, он называется там, что-то, типа, спортивное, там, что-то, я не знаю. Ну, короче, у них есть разные сетевые такие магазины, как мы взял бы, типа, спортивные, там, где находится много брендов. Люди, в основном, там покупают одежду брендовые, то есть не идут в брендовые бутики, а покупают именно там. Не знаю, для меня это немножко странно. Мне больше все-таки нравится в брендовых магазинах покупать брендовые вещи. А здесь ты приходишь в магазин, ну, да, двумя брендовые вещами, но это уже не тот, кто был уровень, не тот сервис. Далее, здесь есть довольно-таки много заведений, где послушать много магазинов. И, кстати, минус, и очень интересная странность, что выходные не могут не работать. Я имею в виду, ну, какие-то заведения там, ресторанчики. Они могут просто не работать выходные, и нужно уточнять. Ну, и здесь как-то ценят себя, ценят свой круто отдых. И даже продуктовые магазины выкругливают, потому что продуктовые магазины работают. Ставят в день. Но здесь это не так. Здесь магазин с продуктовыми может работать. Ну, точнее, не работает. Поэтому будьте внимательны и смотрите. Также я слышала, что здесь говорят, что интернет и вообще коммуналка, она довольно-таки недешевая. И периодически вы можете объяснять за 100 евро себе жилье, и коммуналка у вас выйдет там еще вот это вот остальное. Сколько? 90 евро. То есть не самая дешевая цена, но не знаю. Также здесь говорят, что довольно-таки много солнца, но минус, наверное, минус и плюс. Я не знаю, на самом деле я не слышу, что это какой-то супер серый и унылый город, что здесь какая-то зеленая тоска. Здесь много, да, они похожи на наши российские эти панельки. Здесь они действительно есть, но они выглядят не в точь-в-точь, поэтому как бы у вас есть ощущение, что вы загрозите. Также есть люди, которые понимают русский. В основном это люди более старшего поколения. И даже два официанта, они прямо ставили, что говорили на русском. Хотя они всегда понимали друг друга. Но они старались и нормально. Следующий минус, что если вы не знаете ясный язык, то может быть такое, что вас постараются обмануть. Но при этом как бы русских здесь в принципе любят. Здесь ничего против не имеют. Они ничего никак не говорят. То есть наоборот, как-то более так позитивно и как тебе отлетаются. Когда мы прилетели, русских пропустили без очереди, получается, на паспортном контроле. И когда мы улетали, тоже когда слышали русскую речь, и работники и неработники очень как-то начинали дружелюбно относиться к нам. Я не знаю почему. Реально такое было. Работница что-то там местных так ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А мы пришли, и она сразу же начала там улыбаться и все такое. И также с местными людьми. Я не знаю почему все так любят и уважают, но это очень приятно. То есть сербы довольно дисциплины и позитивны. Говорят, что они любительны. Возможно, да. Темп не супер какой-то бешеный. То есть здесь я никак не поняла почему. В будние дни куча людей в кафе, чтобы они могут сидеть, болтать. В рабочий день. Непонимание на 100%, но они так тоже. В своем клинике умеют отдыхать, и это очень приятно. В следующем случае, как и везде, вам будет сложно общаться. Но я думаю легче, чем в других странах, потому что мы чем-то похожи. Можно будет там как-то поболтать. Но тоже будет с этим сложности, потому что все-таки человек. Вы из другой страны. Также здесь есть русская кометч, но она тоже небольшая. В этом городе, наверное, можно как-то скооперироваться. Следующее, что во многих ресторанах, заведениях, меню и вообще все на языке. И порой ты читаешь, ты абсолютно не понимаешь, что это значит. То есть некоторые слова, например, лук, ты можешь понять, что это лук. А некоторые слова, например, лесник, ты сначала можешь не понять, что это такое, а потом перевести и понять, что это орех, лесник. Да, некоторые слова похожи, но ориентироваться крайне сложно. И порой реально башка просто кругом. Ты смотришь на это меню на их языке, и ты не понимаешь, что это ничего, что это такое. Вот. Некоторые даже тебе официанты не могут объяснить, что это. Поэтому периодически начинает бесить. Но потом, знаете, привыкаешь, как бы ты уже как-то, не знаю, подстраиваешься, что ли, под все, что происходит. Ну да, довольно-таки здесь хорошая погода для зимы. То есть также вокруг я слышала, что есть какие-то такие прикольные природные места, куда можно сидеть на машине. Также здесь есть автовокзалы, жедевый вокзал. То есть можно поехать в Тайдрад или какие-то другие города. Ну, в принципе, по не супер дооблачным ценам. Как я знаю, поезд стоит 900 генара на Тайдрад. Ну, как бы, ну, нормально. Далее, тут как бы, ну, там, другие места погуляют здесь. Ну, вы знаете, что такое много развлечений. То есть такой небольшой, не супербольшой, да, официальный город, а ты почему-то чувствуешь себя в Европе. Все такое по-европейски, так красиво. Есть тротуары. Вы сможете ходить прямо из Арбада, вы сможете дойти до центра не по обочине, а по тротуару. И это огромный респект и уважуха. Далее, это очень весилый закатный, когда нет облаков. Прям такой кафе, такое наслаждение. Есть партии, где можно погулять. Есть тоже какие-то спрощадники, которые посмотрите. Ну, когда вы их посмотрите, вам, скорее всего, по-надоедству ходить по ним в тот же парк. Вам можно исключить. Ну, можно поехать на своей машине, ну, либо на такси, как бы. Но это будет не особо бюджетно. Поехать за город, там, погулять, посмотреть на природу. Ну, довольно-таки природный город такой. И зелененький, то есть все зеленые парки, такая травка. Люди сидят на травке, там, какие-то тип пикнички. Конечно, наверное, лето особо не замечаю. Это вот граффити. Здесь не принято стирать граффити. Просто, может быть, какая-то надпись. Это может быть не очень красиво. Но, в принципе, как-то ты живешь и не замечаешь. Ну, первый день как-то ты еще, да. Ну, замечаешь на этом. Ну, не скажу, что здесь супер этого много. Но здесь действительно не принято убирать граффити. Для проживания вы можете обратиться... Ой, в чем обратиться? Найти сидимую либо квартиру, либо домик. Тут прямо в городе вы можете жить в домике. В какой-то такой небольшой комнате. Я думаю, что тоже прикольно, что можно выбрать. И, не знаю, на самом деле цены разные. Цены-то разные. Далее это то, что в основном люди, не знаю, как-то не докапываются там. То есть я ходила в тапочках, никто не угорал по городу. Ну, то есть, да. Даже был такой день, когда я ходила в тапочку. И я даже не замерзла на удовольния. Вот. Значит, следующий минус, наверное, это бездомные. Здесь их супер мало, но все равно не очень приятно. Это все лицезреть. Ну, и плюс люди, которые играют на инструментах на улице. Это тоже тут принято так зарабатывать. Как-то порой жалко. Особенно мужчина, который каждый день приходит, играет на скрипке на главной улице. Это что-то типа, как вот... Карбата. Такое вот. Такое вот школьное место. Но она не супер длинная. То есть, если на меня тут смотрят, как будто бы... Они не знают, что такое вообще. Ну, ладно. Хорошо, что порой я могу просто на себя идти за людям. И думать, что все прекрасно у меня никто не смотрит. Я еще просто на русском говорю, наверное, ничего не понимаю. Чем это оратарь и барабаня. В принципе, люди... Да, мне просто очень жалко этого чувака на скрипке играть. Он какую-то скуну гоняет на этой улице. Ты идешь и у тебя просто так еще серость из этой скрипки. Ну... Не знаю, можно ли назвать это плюсом или минусом. Это что-то среднее. Мне кажется, для каждого человека это что-то свое. Ну, люди, в принципе, адекватные, уважаются. Они... Какой-то дичи тут не происходит. Здесь как-то так все спокойно. Ничего не происходит. Никаких митингов. Ничего. То есть, все спокойно и просто. Далее, что я заметила, здесь куча таксистов. И очень мало, кто, ну, пользуется их. И все были такси. И это очень странно. Мне немножко жалко таксистов, что они целыми днями практически сидят без работы. Вроде бы я рассказала о всеми. Плюсы минусы его. Вот все, я сейчас все рассказала. Ну, знаете, тут еще есть собаки без дома, но... Чтобы на кого-то... Давай. Чтобы на нас кто-то напал или на кого-то напал, у нас такого не было. Ну, здесь действительно есть какие-то бездомные собаки, но... Они, в принципе, они как-то не агрессируют. Но их тут нормально так. Нет такого города. Ну, есть всякие вот такие скверики. Ну, надо как так, конечно. Чисто посидеть. Еще, знаете, что я заметила самое странное? Ну, я привыкла, что как в город. Это обычно там, где все такие понтуются своими аирподсами. Ну, в сути, собака. Аирподсами, там... Последними айфонами. Ну, я здесь почему-то вообще этого не вижу. То есть... Я видела только одного человека с аирподсами. С айфонами я вообще что-то людей не вижу. Ну, как-то вот не видно их. И как-то вот не видно понтов здесь каких-то. Не знаю, для кого-то плюс, для кого-то лень. Для меня это немножко странно, что это город. И... Нету такого, что типа всегда понтах. Ну, такой типа вот. Аэропорт довольно-таки маленький. Особенно мы это заметили, когда вылетало два рейса рядом. И просто весь аэропорт был забит людьми. Может быть, вы уже видели это видео на моем канале. Негде было сесть. Реально просто весь аэропорт был заполнен людьми. Хотя всего лишь два рейса вылетало. Здесь, не сказать, что супер как-то много направлений. Куда вы можете полететь. То есть здесь такое ограниченное. Чем-то, могу сказать, похоже на... Ну, если сравнивать с Ярославлем. То есть, допустим, можно недалеко, ну, как бы, доехать до столицы. То есть это не займет много времени. Но при этом, как бы, ну, это такая провинция, да. Кстати, плюс огромный. Наверное, даже такой плюс. Что в основном все дома, они вот двух-трехэтажные. Ну, вот видите, вот такое тоже есть. Ну, чтобы каких-то супер небоскребов. И чтобы их было много, такого здесь нет. Поэтому, наверное, я назову это все-таки плюсом. Ну, для кого, наверное, как. Также из минусов это не особо бюджетные дешевые отели. Но... Я сюда хотела сходить. Какой-то немножко странный магазин, но ладно. То есть, скорее всего, чтобы жить бюджетно, вам нужно было снимать апартаменты у частного лица. Здесь я имела в виду, если вы приезжаете на короткий срок. Следующая странность, это то, что разрешено казино. И здесь их довольно-таки много для такого города. Не скажу, что на каждом углу, но просто они есть. Как раз вы видите одно из них. И это немножко странно. Не знаю. Может, та же самая? Сами сербы говорят, что Сербия довольно-таки грязная страна. Ну, вот посмотрите. На самом деле, для нас это не так критично, потому что это не на всех улицах вот так вот. Но реально бывает вот такое вот. Интересный факт. Бывает такое, что написано вроде бы кафе. То есть, ты такой, приходишь в кафешку, да. А там только напитки. И ты такой, что... То есть, у них частенько принято просто прийти попить. То есть, у нас как-то, мне кажется, это не особо принято именно в кафешках, в ресторанах. То есть, если вы приедете там в супер какой-то дорогой ресторан и просто докажете себе попить, то никто не будет на вас косо смотреть, потому что как бы это у них так принято. Можно просто прийти попить, даже ничего не кушать. И как-то да, реально мы пришли в кафе. То есть, не в бар, не в кофейню. И там были только напитки. Мы были очень удивлены. И даже, кстати, зимой можно сидеть на улице. Ну, когда вот солнышко, когда хорошая погода, можно вполне сидеть. Кстати, тут написан бензин. Вов, как ты считаешь, что это дорогой бензин или это нормально? Ну, получается, от 100 динаров до 107 динаров бензин. Дорого. Дорого. Это где-то 100... Нет, 150 рублей. 100-150. Ну, получается, 100 динаров это... У нас по официальному курсу это где-то 60 рублей. Ну, или же 70. Также хочется отметить и упомянуть, что низкая инфляция. Да, да, она в Сербии. Это так офигенно, ребята. Боже мой, нам, людям из России, это никогда не прочувствовать. Да. Но здесь это так. То есть, могут идти года, года, года. А цены на продукты, там, на недвижимость, они не меняются. Это просто прекрасно. Небольшой городок, есть куда сходить погулять. Также есть домики на горах. Не знаю, для кого-то может быть плюс. Ну, вроде бы, на этом я рассказала все, что я хотела. Ну, это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите, как вам город Ниш в Сербии. И всем пока-пока.